Здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова и сегодня у нас с вами будет экспериментальный ролик. Сегодня я вам покажу полное видео, ну почти полное видео, которое я показываю своим заказчикам. Ну там с небольшими исключениями, но все равно вы увидите почти все, что видят мои заказчики. Там кажется 24-минутный ролик вот прям вот по самому дому, и я постараюсь свой голос просто наложить на эти поездки и так далее, потому что я очень хочу, чтобы вы все-таки меня услышали. Друзья, во-первых, меня, как вы помните, меня зовут Ярослав Фролов, и я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Именно подбором. То есть, если у вас есть потребность приобрести здесь дом, дачу, квартиру на земле в том числе, потому что это относится к домам, участки, как для себя, так и для инвестиционных каких-то вещей. То есть, если вы хотите инвестировать, обращайтесь. Я помогу вам в этом, я помогу подобрать. Мы с вами заключаем договор, и я подбираю, я просто объясняю сейчас подробно для тех, кто вдруг не знает, потому что ко мне начинают обращаться люди, которые действительно иногда не знают, чем же я занимаюсь. Я занимаюсь подбором. Я помогаю вам подобрать. Да, по договору у меня нет каталога, мы вместе с вами подбираем, но у меня почти 100% заказчиков выходят на сделки. На меня, слава богу, до сих пор нет негативных отзывов в гугле всяких там и так далее. И я считаю для себя это большим достижением, потому что я работаю для вас и на вас. Так вот, о сегодняшнем доме. Дом в пределах где-то 3 миллионов рублей. Дом хороший, действительно хороший. Но в комментариях обязательно напишите, как вам, кстати, этот дом. Понравился, не понравился. Купили бы вы такой дом в предгорьях Крыма, именно в предгорьях Крыма, это важно, причем он не сильно далеко от Тайгана. Ну, скажу вам, да, чтобы вы понимали локацию. Купили бы вы такой себе дом. Именно этот дом с 99,99% случаев, скорее всего, сейчас я буду монтировать ролик, и мне заказчик скажет, Ярослав, мы его покупаем, все, 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 все. Поэтому на него сильно даже не настраивайтесь, просто показываю, что такие дома еще есть. Такие дома еще можно покупать в Крыму, да, в пределах 3 миллионов рублей. Это, я считаю, уже нормальная цена. Да, хочется полтора миллиона за такой дом, а лучше вообще 650 тысяч, я вас прекрасно понимаю. Но такие цены в Крыму. Кстати, когда говорят, вот у меня бывает такое, да, в комментариях пишут, вот вы там в Крыму все охренели, такие цены рвете за такие халупы. Друзья, если вы покупаете, если вы приезжаете сюда и покупаете такие дома за такие цены, в то же время, если вы покупаете в Москве какие-то непонятно малюсенькие квартирки за 20 лямов, значит, оно того стоит, это рыночная экономика. Не надо обвинять людей, ни москвичей, то, что они рвут цены, ни крымчан, то, что они рвут цены. Нет, это обычный рынок, вы поступаете абсолютно так же со своими квартирами. Вы хотите продать подороже, купить подешевле, это абсолютно нормально, никто никого не обвиняет. Но, тем не менее, напишите ваш комментарий, скажите, как вообще по вашему мнению, вот в Крыму сейчас возможно ли приобретать дома. Единственное, что я вам хочу сказать, друзья, вот послушайте меня. В Крыму, на моей памяти, за последние два с лишним года никогда не падали цены на недвижку, никогда. Они иногда приостанавливаются, но никогда не падают. Поэтому не надо думать, что весной или в январе, или там в мае будут цены дешевле, чем сейчас. Они точно не будут, однозначно. Сегодня у нас, какое у нас сегодня число-то, 15-е, что ли, 16-е ли? Но, сегодня 15-е, сегодня 15-е число, 15 декабря 2023 года. И вот сегодня цены ниже, чем будут 26 декабря. И ниже, чем они будут 20 января. Поэтому, если у вас есть возможность сейчас приобретать дом или участок в Крыму, обращайтесь, я помогу вам. Мало того, я помогу где-то, возможно, даже сэкономить где-то на чем-то. И самая главная моя задача, вот прям вот я просто для себя вывел эту задачу. Для меня самая главная задача, это не дать вам ошибиться при подборе дома в Крыму. Это вот самое главное. Потому что очень много из вас мне пишет, Ярослав, а давай подберем участок в Евпатории. Там есть за 360 тысяч. Нельзя эти участки покупать. Ну, нельзя. Приходите на стрим каждое воскресенье. У меня на YouTube-канале Ярослав Фролов стрим. Ярослав Фролов, YouTube-канал, стрим из Крыма в 9 утра. Только не опаздывайте, именно в 9 приходите. Потому что у нас, кстати, мы последний стрим, вот, прошлого воскресенья сделали более 4 часов стрим. Какой классный, насыщенный стрим. Он еще пока есть, но я его, скорее всего, сегодня-завтра уже скрою. Потому что стрим, он должен быть онлайн. Я его немножко держу, чтобы люди могли его просмотреть. Но потом его закрываю. И приходите на стрим, будем разговаривать с вами онлайн. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать. Все. Смотрите дальше дом. Смотрите наш ролик экспериментальный. И еще чуть позже увидимся. Так, проехал я вот до сюда. Но надо немножко вернуться. Чуть-чуть. Заодно покажу вам фасад. Так, смотрите из того, что здесь. Чтобы вы точно понимали, как и что. На этой стороне дороги жилые дома. Улица жилая. Там дом жилой, но этот дом не жилой. Хозяева живут в Керчи. Одни хозяева в Керчи, другие, я так понял, на Украине. Поэтому этот дом еще некоторое время не будет продан. Это ваш дом. Сразу посмотрите по фасаду. Вот, небольшие въездные в Ороцах. Если у вас машинка маленькая, то и вон там можно ставить. Там есть гаражик. Ох, ветер у нас сегодня. Сейчас покажу вам полностью по фасаду всех. Здесь большой орех. Это у нас, не знаю, че на это тоже орех. Или что-то типа того. Тут большой гараж. Вот. И вот здесь, вот, вот здесь. Видите, развальный нежилой дом. Теоретически, я думаю, его, может быть, наверное, лучше купить. Просто как землю. Я думаю, продадут очень недорого. Тот дом будет продаваться, но пока он нежилой. А дальше все, дальше жилое, тут жилые. Все, улица жилая. Но пока стоим, нежку машину проехал. Вообще, так интересно. Так, давайте заходим. Сначала давайте отсюда зайдем. Или как нам лучше? Нет, давайте пойдем. Так, как я заходил, так и мы с вами пойдем. Через ворота. Здесь гараж. И здесь самое интересное. Во-первых, гараж. Гараж крепкий. Ну, с небольшими нюансами, трещинами. Но гараж-то крепкий, как и все. Сразу сполерну. Дом крепкий. Дом, честно, того стоит. Ну, интересно. Да. Сейчас мы зайдем в гараж. Вот сбоку здесь. Ребята, открыли дверь. Огромный гараж. Вообще, в принципе, пока меня никто не слышит, дом очень неплохой. Очень неплохой. Гараж, смотрите. Все живое. Не гнилое. Широченные. Огромные, огромные ворота. Сюда нормальный внедорожник войдет. Здесь, ну, две машины нет, не войдут. Но одна машина плюс мастерская здесь полностью вот входит. Даже большая машина. По воде в доме. В дом не введена капитальная вода. Ну, вот это централизованная вода. Но. Смотрите, какая штука. Здесь есть колодец. А такой колодец, там есть вода. Показывает этот дом нам. Человек, который жил в этом доме несколько лет, прожил кортиран, там сейчас купил на этой же улице. Там дом, поэтому, если что, он поможет. Здесь стоял насос. Его можно поставить, водяную станцию прям поставить, подключить. А даже зимой здесь не перемерзнет. Все будет нормально. И дальше разводится вода. Видите, здесь шланг выходит на улицу. И второй шланг выходит в дом прям уже. Уже введена вода в дом. Поэтому там уже можно делать и кухню, и туалет, и все-все-все, что вам угодно. Предваряя ваш вопрос, сразу скажу, газ здесь, возможно, будет в ближайшее время. Потому что где-то там уже стоит распределительный центр, этого газовый. Но здесь пока еще не разводили. А вот. Вот здесь центральный вход. Видите, красиво. Ну, реально красиво. И здесь виноградная арка. Летом здесь обалденно. Так, как бы нам пройти? Давайте мы все-таки начнем с дома. Ну, имеется в виду, посмотрим дом. Вот, смотрите. Как я уже сказал, дом реально крепкий. Счетчик. А пломбированный 16-й. Надо будет подводиться на нормальное электричество. Ну, 16-го для начала хватит. Нам 16-го хватало. Ну, вообще, жить с двумя детьми. Трясики вышибало его, конечно, но хватало. По трещинам, смотрите. Вон, небольшая эта ерунда. Вообще трещин я не нашел здесь. Вот, чтобы сказать, что дом разрушается, я не нашел. То есть, цепляться вот за такую ерунду, я считаю, это ерунда все. Все углы целые. Все углы живые. Смотрите, помните, я вам всегда показываю углы. Углы полностью живые. Здесь наши любимые. У меня просто каждый дом, практически каждый дом, что я показываю, все они дома. Вот здесь трещина идет через весь дом. Здесь ее нет. Здесь фундамент, видать, хороший, мощный фундамент стоили. И здесь все хорошо. Вот, помните, вот, вот. Маленький гаражик. Ну, это мастерская, гаражик такая вот. Просто мы пойдем все вокруг дома с вами обойдем. Вот. Проходим здесь. И вот мы обошли дом с другой стороны. Смотрите. Значит, дом реально с точки зрения дома в хорошем состоянии. Здесь небольшая комнатушка. И так понимает курятничка. Это курятничек. Вот тут лаз. Курица выходит, гуляет туда-сюда. Ну, или цыплятник. Здесь уже большие курицы. Хоз помещений много. Всяких разных. Что-то снесете, что-то не снесете. Но вообще, в принципе, знаете, это не хлам. Я вот смотрю, это не хлам. То есть, вот эти перегородки, вот это все, это можно поменять. Но здесь не хлам. И это очень важно. Смотрите, какой камень. Прям ух. Так, где у нас тут? Да, вот этот крючочек. Здесь кроликов держали. Вот здесь, да. Здесь надо крышу скидывать, крышу поменять. А сами стены здесь хорошие, все без трещин. В этом отношении проблем нет. Я тут у нас сейчас... Сразу же закрою. Так, ну тут туалет. Тут еще какое-то хоз помещение. А, тут всякий мусор накидан. И выходим на огород. С этой стороны вот. Тут вот огород... Вообще, участок широкий и очень длинный. Не знаю, насколько он реальный по межеванию доходит до самого конца. Дайте мне место. Почва, как я смотрю, достаточно плодородная. Да, с камушками, но мы в горах все-таки, да? Надо понимать. Но почва очень плодородная. Видите, какая растительность тут. Из плодов ягодных мало что посажено. Посадите, в Крыму все быстро растет. Тут сильно можете на эту тему не напрягаться. Тут все быстро растет. Никаких проблем. Так, сзади. Это, я так понимаю, канал какой-то тут. Давайте глянем. Да, тут. Канал какой-то, речка. Смотрите, какая-то речка. Видать, вот этот в одной канал. Сейчас же очень-очень-очень много тут было дождей. Буквально вчера еще шли дожди. И был ураган. Ну, помните, да? То есть, что в Крыму прошел ураган. И вот, дверь ураган лежит прям. Дверь снесенная. Это речка. Горы. Класс. Так, все, пойдемте. Пойдемте к дому. И войдем в дом. А, нет. Сначала зайдем в летнюю кухню. Не мог вам не показать огород. Вот оттуда мы с вами вышли. Вот отсюда мы с вами вышли. Пошли гулять тут. Сейчас мы зайдем здесь. Заходим. Здесь очередной хоз-помещение небольшое. А здесь русская печь. Здесь пекли, по всей видимости, хлеб. Реально, смотрите. Настоящая русская печка, как в киношках, в мультиках. Можете восстановить. Или зону барбекю сделать. Здесь опять хоз-помещение. Вот, смотрите. С точки зрения, если вдруг захотите заводить животных, есть где что. Не захотите, снесете все нафиг. Здесь для дров. Это типа дровника. Для угля. Итак, смотрите. Вот он вход в дом. Колодец. Помните, да? Мы с вами зашли вот оттуда. Колодец. Вход в дом. В дом мы еще пока не заходим. Сейчас вот мы проходим прямо. И здесь летняя кухня. Летняя кухня вам будет очень нужна. Когда будет жара, вы ее оцените. Высота потолков здесь где-то порядка 2,20. Ой, даже нет. Ну, 2 метра, 2,10. Где-то так. Здесь вот. Рулетку забыл. Я не взял. В общем, не получилось у меня с рулеткой. Ну, потолки невысокие здесь. Ну, это всегда. В летних кухнях так. Но вам здесь хватит. Электричество подведено. Газовый баллон поставите. И будет здесь газ. И все будет красиво. Рядом. Рядом. Вот здесь. Если пройти прямо... Так, ну, вот это вот оставь, чтобы она не закрывалась. Сейчас, 2 секунды. Вот это поставлю. Чтобы она не закрылась. Чтобы вам было все видно. Надеюсь, что вам будет видно. Нет, не будет вам видно. Сейчас, 2 секунды. Вот. Вот так, может быть, будет что-то. Видно хотя бы что-то. Здесь подвал. Здесь подвал. Достаточно такой хороший подвальчик. Прохладненький. Летом здесь будет прохладно. То есть здесь почистить, побелить. И звездочкой... Ну, сначала шашку я бы закинул на серую какую-нибудь. Побелил, покрасил. А вот здесь... А вот здесь у нас баня. Представляете? Причем, настоящая нормальная баня. Даже он... Можно купаться. То есть здесь каменка стоит. Топится вот отсюда. Вот. Топится отсюда. То есть, когда моетесь, можно и топить. Все. Причем она живая. Здесь вот жил как раз... Вот этот человек теперь показывает. Он здесь жил. То есть, буквально недавно. Так, квартирант. Чуть-чуть подремонтировать. Чуть-чуть подшаманить. Да можно прям сразу переезжать. А потом потихонечку все это ремонтировать. Все. Тут я вам все показал. Пойдемте смотреть дом. Итак. Давайте я немножко вернусь. Чтобы вам полностью показать дом, как он есть. Вот у нас калитка. И мы сейчас с вами входим в дом. Пойдемте. Заходим в дом. Классные двери. Дом сплошные. Вошли в дом. Первое. Это мы заходим сюда. И здесь можно будет сделать туалет. Очень большое помещение. Где-то сейчас скажу. Это в районе 2 на 2 метра. Высота 2 метра. 10, 2. Ну да. 2,10 наверное здесь. До туалета выше крыши. Это уберете. Там скорее всего еще будет немножко. А вот. Да, посидим. Вот она. Земля. Как раз. Можно будет провести все коммуникации. И сделать здесь у нее туалет. Душ. Даже ванну можно поставить. Плюс то, что вода. Вот она. Ее просто под полом вот здесь провести. Или по внешке. Или под полом. То есть вода уже введена сюда. Вода из колодца, да. Но они говорят, никогда здесь не пересыхало. Когда у всех соседей не было воды, здесь все равно была вода в колодце. Здесь высота уже выше. Ну, 2,20 наверное. Это кухня. Чтобы здесь не было прохладно, холодно. Просто вторые рамы ставите. Либо пластиковые, либо такие же деревянные ставите. Здесь будет тепло. Все, заходим в дом. Заходим в дом. Как видите, свет работает. Все. Печка. Печка работает. Сюда закидывается дрова, уголь. Это духовка. Там действительно можно использовать как духовку. Пироги печь, то есть все. Ну, или греться. То есть все открывают, а тут тепло идет больше. Ладно. Здесь зал. Большой зал. Высота потолка не меньше, чем 2,5, а то и 2,6 метра. Высота потолков очень высокая. Ну, смотрите, у меня вытянутая рука. Доходит вот до сюда. Тут реально где-то, ну, 2,5 точно есть. Скорее всего, 2,6. Но потолки высокие. Ничего не течет. Проблем нет вообще. Я же говорю, то есть вот по углам, по углам. Я ожидал, что будет ужасно. А так, смотрите, все красиво. Да, и плюс за домом следили. Потому что вот ребята жили здесь. Они ухаживали за домом. Присматривали. Здесь, когда был ураган. Буквально сколько? 2-3 недели назад у нас был ураган. 2 недели назад. Шиферину скинуло. И что-то там упало. И вот сбило. Они говорят, мы это замажем в принципе. То есть это можно отремонтировать. Это не такая большая проблема. Но шифер на место поставили. Там лист поставили. Все нормально. Сейчас ничего не течет. Ну, собственно говоря, смотрите. Ночью было. Ночью был дождь. Хороший дождь. Здесь сухо. И здесь до нас никого не было. Рамы двойные. Поэтому на пластик их можно не менять. То есть если хочется жить с деревянными рамами. Либо денег пока нет. Можно пока жить с такими рамами. Ничего страшного не произойдет. На зиму хватит. Свет есть. Вот так. То есть здесь вот спальня. Опять-таки тоже, смотрите. Потолки высокие. Это очень классно. Потолки высокие. Да, я еще самое главное не сказал. Что в зале, вот здесь, полы бетонные. Тут залито бетон. Я специально здесь попрыгал. Здесь деревянный, а там бетон. Вот такая вот красота. Не знаю, что порадовала я вас нет. Но мне домик нравится. Действительно нравится. Все, пойдемте на выход. И вот он, выход. Друзья, посмотрели дом. А сейчас, пока мы едем от этого дома дальше. Я вам просто показываю, как вот дорога от этого дома. Я еще хотел немножко вам сказать. Друзья, у меня есть мой телеграм-канал «Подбор дома в Крыму». Вот прям так и называется. «Подбор дома в Крыму» или «Собачка. Подбор дома» по-английски. Подпишитесь на него. Найдите его. Подпишитесь. Там очень много информации про меня лично, например. То есть кому хочется со мной познакомиться, понимать, кто же вам будет подбирать ваш будущий дом мечты. Потому что вы помните, да? То есть кто вдруг забыл. Меня зовут Ярослав Фролов. И я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму для вас. Вместе с вами. У меня почти 100% заказчиков, кто приходит ко мне на договор, выходит на сделку. Почти 100%. Ну там есть буквально единицы. Абсолютно действительно единицы, которые по разным обстоятельствам не выходят на сделки. Но в основном почти 100%. Все мои заказчики, кто пришел на договор, мы выходим на сделки. Поэтому приходите. Если у вас сейчас прямо есть деньги, есть возможность, то не надо думать, что когда-то что-то подешевеет. В Крыму не дешевеет. У меня каждый, почти каждый, ну каждый второй заказчик говорит, Ярослав, а мы думали, что подешевеет. Мы думали, что сейчас вот сезон закончится и осенью будет дешевле. Ребят, в октябре цены взлетели на 30%. Сейчас, в начале декабря, цены уже летят опять в космос. Я не знаю, куда они летят. Меня спрашивают, ну куда дальше дорожать-то? Да, я так же думал, два года назад, куда дальше дорожать. Дорожает. Все дорожает, абсолютно дорожает. Мои услуги, кстати, стоят очень недорого. Потому что у меня есть услуги, помимо подбора, у меня есть услуги, юридические услуги, это моя жена оказывает. Есть услуги по удаленной сделке тоже, это в основном моя жена. Но это все под моим контролем. То есть не надо ничего бояться. Все, что бы в моей компании не происходило. Потому что да, я уже называю компанией, потому что сейчас вы сталкиваетесь, кто будет приходить на маленьких бюджетах, но действительно малюсеньких. До двух миллионов рублей вы столкнетесь с моими менеджерами, с которыми будут с вами первоначально разговаривать. Возможно, буду я разговаривать, возможно, они. То есть я сейчас хочу провести эксперимент, нанять одного, двух, трех человек, посмотреть, как они будут с вами коммуницировать. Если эксперимент пройдет нормально, то мы сможем тем самым как минимум удержать цены, чтобы не поднимать. Мне приходится поднимать цены на свои услуги, потому что все дорожает. Вот стоимость ремонта вот этой машинки грязненький такой. У нас просто грязь, тут дожди постоянно. Но стоимость ремонта этой машины очень дорогая, потому что пробеги огромные у нас по Акрыму. Ладно, не буду жаловаться вам на свою судьбу, просто скажу еще раз. Друзья, помните, мечты должны сбываться. И сбываться они должны в этой жизни. Все вам наилучшего. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Спасибо, что вы здесь. Напоминаю про телеграм-канал. Зайдите, подпишитесь. Если вы смотрите не на ютубе, подпишитесь на ютуб. Ссылка на все мои соцсети есть в описании к этому ролику. Кстати, недавно у меня добавилось еще видео на нам. Это МТС что-то там делает, поэтому тоже можете, там же есть ссылка. Наверное, есть. Я уже, наверное, поставил ссылку на нам. Ну, или найдите на нам Ярослав Фролов. Все, пока-пока, увидимся. Пусть у вас все будет хорошо, пусть ваши мечты сбываются. И пусть у вас ваш дом... Зизюк просто, поэтому смотрю туда. И пусть ваш дом мечты найдется. Пусть у вас все будет хорошо, друзья. Пока-пока. Да, и не забудьте про стрим в воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok